Шалом, дорогие друзья! Итак, Всевышний обращается к Аврааму и говорит, Авраам, уйди вот отсюда, из этой страны, из своего дома, из этой семьи, и иди в ту страну, которую я тебе укажу. Очень непонятно. Когда Всевышний, например, обращался к Муше, то Тора нам до этого сообщила, кто такой Муше. Он большой праведник, он заступается за людей, он всегда защищает слабых. Или, например, в предыдущей главе Ноах, когда Всевышний обращался к Ноху, Тора нам сообщила, что Ноах, в отличие от своего поколения, не занимался грабежом, он был праведным. И потом есть обращение Творца к Ноху. Очень логично, если ты, Ноах, праведный, я хочу с тобой заключить союз. Если ты Муше, Тора нам сообщает, что ты очень праведный, Всевышний заключает с ним союз. Про Авраама нет никакой информации в письменной Торе. Тора сразу нам говорит, Всевышний обращается к Аврааму, уходи. Почему Тора нам не сообщает? Пару фактов о праведности Авраам. Говорят нам наши мудрецы очень просто, потому что это обращение не только к Аврааму, это обращение к каждому из нас. Тора ничего не говорит про Авраама, потому что это общее обращение, уходи, выйди из своего дома, из своей страны. Те люди, которые обвиняют, ой, родился бы я в другой семье, ой, родился бы я в другом поколении, ой, родился я при других обстоятельствах, вот тогда я бы Богу там служил, помогал бы людям. Говорит Тора, нет, забудьте все вот эти отговорки. Каждый из нас родился в нужное для него время, для его предназначения, для его миссии. Поэтому Тора ничего не говорит про Авраама, потому что обращение общее к каждому человеку. Забудьте свои отговорки, хватит, служите Богу здесь и сейчас в том месте, в том положении, в котором вы находимся, оно самое оптимальное для вас. И сам Всевышний, Творец Мироздания, вот все продумал для вас, поэтому не нужно искать какие-то отговорки. И сказал Всевышний каждому человеку, выйди из дома, начни мне служить. Первый вопрос мы ответили. Второй вопрос. Всевышний говорит, уходите отсюда, и я вас поведу в ту землю, которую я вам покажу. Но Всевышний живел в Израиле. Почему нельзя было сразу сказать, я тебя веду в Израиль? Но почему нельзя объяснить, куда мы вообще идем? Потому что Всевышний хотел дать нам второй урок. Мы должны иметь упование, упование на Творца. Нам не сообщают, куда мы идем. Идем со мной. Научись доверять Творцу. Идем, я тебе все покажу, куда мы идем. У каждого человека есть какой-то сценарий его жизни. Я закончу школу, потом университет, потом я сделаю карьеру, построю такую-то семью, буду жить в такой стране. Секундочку, стоп, стоп, стоп. А какой сценарий у Бога для тебя? Ты же сюда попал, мы же сказали, в нужное время, в нужное место, при таких обстоятельствах. Кто тебе сказал, что ты закончишь вот этот университет? Может быть, Бог хотел, чтобы ты учился в другом городе, в другом вузе. Кто тебе сказал, что ты должен жить в этом городе? Может, у Бога другие совсем какие-то для тебя же, какая-то миссия совсем другая. Бог не сообщает, куда мы идем, чтобы мы научились. Уйди оттуда. Забудь все отговорки. Идем со мной. Куда идем? Все, ты ничего не знаешь. Отпусти, отпусти свои сценарии. Хватит за Бога делать какую-то работу и что-то продумывать. А потом очень сильно расстраиваться, когда это не получается, потому что у Бога уже есть сценарий. У Бога есть для нас наша миссия. Он четко уже все прописал, сколько мы в этом мире проживем, какое у нас будет здоровье. Конечно, нужно молиться и просить больше. Молитва все может поменять. Но все-таки у Бога уже есть для нас сценарий. И нужно Ему довериться. Вот какие грандиозные уроки из одной фразы. Выйди из дома и идем со мной туда, куда я тебе ухожу.